За прошедшие выходные дни в Ненецком автономном округе зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории, уровня референс находится 41 человек. Еще 174 человека, контактировавших с заболевшими, стоят на учете в региональном управлении Роспотребнадзора. На фоне резкого подъема заболеваемости COVID-19 в июне, более чем в три раза за неполный месяц по сравнению с маем, в Ненецком автономном округе вводятся дополнительные меры безопасности. У нас отмечается очень бурный рост новой коронавирусной инфекции. Люди стали выезжать за пределы округа, люди расслабились, люди перестали соблюдать санопид-нормы, которые были предписаны и соблюдались в более ранний период. Поэтому мы сейчас получили ту реакцию, которая, в принципе, ожидаема, на ослабление тех мер, которые были у нас введены в регионе во вторую волну, когда у нас люди болели в зимний период. В связи с высоким уровнем заболеваемости оперативный штаб по недопущению распространения COVID-19 на территории региона принял ряд дополнительных решений. Среди новых мер, принятых на оперштабе, это бесплатное ПЦР-тестирование жителей, вернувшихся в регион из санаторных и медицинских организаций по направлению от округа. Работодателям также рекомендуется допускать к работе сотрудников, вернувшихся из-за пределов округа, только с документами, подтверждающими отсутствие коронавирусной инфекции. В их числе справка с отрицательными результатами ПЦР-тестирования, сертификаты вакцинации от COVID-19, справка о наличии антител. Как отметил глава региона, стоимость ПЦР-теста не должна ложиться на плечи жителей округа. Поэтому в случае, если работодатель принимает такое решение, ему также рекомендовано возмещать расходы своих сотрудников на ПЦР-тестирование. Кроме того, окружным работодателям поручено направлять в командировки за пределы округа и в сельские населенные пункты только вакцинированных сотрудников. Единогласным решением оперштаба скорректирован процент заполняемости культурно-досуговых учреждений. Одновременно посещать учреждения смогут не более 50% зрителей. До этого было 75%. Также запрещено проведение зрелищных и иных массовых мероприятий на всей территории округа. С 21 июня по 30 июля закроются детские игровые комнаты. Вновь возобновятся так называемые масочные рейды в общественных местах. То есть сейчас мы будем снова запускать рейды по соблюдению санэпиднорганного населения в местах, где скапливаются люди. Это магазины, это общественные какие-то организации, медицинские организации. То есть везде, где есть люди, будет проведен контроль и лица, которые нарушают санэпидрежим, будут наказаны. Потому что это уже наша безопасность. Это сохранение жизни нашего населения. Если говорить о клинической картине третьей волны, то медики отмечают, что все чаще стали болеть молодые люди, а не пожилые. К тому же болезнь протекает намного сложнее, чем во вторую волну ковида. На лечение уходит гораздо больше времени, чем ранее. Появилось также понятие постковидного синдрома. Человек переболел, перенес вирусную инфекцию, поправился. Но постковидный синдром, он уже фиксируется, есть уже такой диагноз. То есть это те последствия, которые вызывают вирус уже в более пролонгированном сроке. То есть у нас здесь отмечается рост у нашего населения заболеваний, которые связаны с поражением сердечно-сосудистой системы. То есть у нас растет заболеваемость и смертность по инсульту, по инфаркту. У нас растет заболеваемость по сахарному диабету. То есть все не проходит. Бесследные лица, которые не защищены вакциной, они все потом сталкиваются с тем, что у них развивается тяжелое постковидное осложнение. То есть есть пациенты, у которых развиваются когнитивные нарушения, то есть это потеря памяти, это эмоциональная лоббильность, депрессивное состояние. Это все связано с принесенной ковидной инфекцией. То есть выходить из этого состояния очень тяжело. Медики утверждают, чтобы защититься от заражения коронавирусной инфекцией и постковидного синдрома, необходимо вакцинироваться. Мы должны привить 60% взрослого населения. То есть здесь уже учтено все. То есть и то, что люди переболели, и то, что есть естественный иммунитет, который формируется при принесенном заболевании. Нам нужно привить не менее 19,5 тысяч взрослого населения. Привиться в округе можно тремя вакцинами. Это спутник ВИИ, эпиваккарона, а также ковивак. Какой из них выбрать для своего организма, порекомендует врач, исходя из наличия хронических заболеваний вакцинируемого. Мы очень много инфекций победили благодаря вакцинации. У нас в свое время умирали люди от полимелита, от коклюша, от кори, от дифтерии. Все это мы победили, все это мы сделали управляемым только благодаря вакцинации. Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через портал госуслуг, либо в своей медицинской организации по месту жительства. И не забывайте носить маски, а также своевременно обрабатывать руки антисептическими средствами. Берегите себя и своих близких.